Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Алмаз Антей, Эдуард Носков. По его мнению, полезнее было бы повысить прозрачность администрирования платежей. Замы гендиректора ИСКОЖа Владимир Зонов отмечает, что при большом числе существующих поборов мораторий окажется под спорьем. Но многие из этих платежей он считает неоправданными. Напомню, что с 2019 года предприятия могут освободить от 9 видов платежей, что позволит им сэкономить 1,5 трлн рублей. Программа Экономика. Имущество Киров Леса плохо распродается. Об этом рассказал конкурсный управляющий областным предприятием банкротом Андрей Малыгин. Здание и имущество Киров Леса выставляется на торги с марта. Правда, практически ничего не покупается. Сейчас выставлено на торги хозяйство кировского филиала, контора, склады, подстанции, пожарно-химические станции, гаражи и оборудование и фургоны оцениваются в 70 миллионов рублей. Часть имущества хотят выкупить сотрудники Киров Леса, однако они ждут следующих аукционов, где стартовые цены будут ниже. В Кировскую область собирается зайти Пермская медицинская корпорация. Компания Медлайф сейчас ищет подходящие площади в нашем регионе, пишет коммерсант. Специалисты будут заниматься анализами и диагностикой, лазерной коррекцией зрения. Предположительно, это будут аутсорсинговые услуги для существующих клиник и больниц. Более подробных комментариев компании не дают. Корпорация Медлайф появилась 13 лет назад. В Перми теперь это крупнейшее частное медицинское учреждение, но управляет медицинским центром и роддомом. К другим новостям. Компании приглашают включиться в налоговый мониторинг. Это новая форма взаимодействия с фискальным органом для компаний с оборотом от 3 миллиардов рублей в год и с налоговой нагрузкой от 300 миллионов. Так, налоговая получит доступ к бухгалтерской и налоговой документации плательщика и сможет оперативно проверять ее правильность. Компания же сможет консультироваться с чиновниками по спорным вопросам и будет избавлена от камеральных выездных проверок. По данным областного управления налоговой службы в нашем регионе, таким мониторингом могут воспользоваться 15 компаний. Программа «Экономика». Регион прокредитуется в Сбербанке и Совкомбанке. Подведены итоги открытых аукционов среди финансовых организаций на предоставление кредитов для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств. Заявлялись четыре кредитных организации, победителями признаны две. Сбербанк России откроет кредитную линию на 5 миллиардов рублей, Совкомбанк – почти на 3 миллиарда. «Экономика» Число безработных с начала года выросло на треть, как отмечают в службе занятости на данный момент. На учете там состоит 13,5 тысяч человек. Всего за 2015-й в службу обратилось 16,5 тысяч. А работодатели предложили за это время 27 тысяч вакансий. Сейчас свободно порядка 12 тысяч рабочих мест. «Экономика» Напоследок несколько цифр. Почти 1 миллиард рублей выделено на исламское образование в Приворском федеральном округе до 2016 года. 11% составит рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля в Кирове и Кирово-Чепельске. А 8% бюджета каждый год формируется за счет выплаты долгов по налогам. И о валютах на выходные. Официальный курс доллара 54,43 евро стоит 61,48. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.